МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ждет детей Медведевых? Семья пока остается в Финляндии. Против кого дружим? Оппозиционеры парламента объединились. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет ли чисто и на небе? Петрозаводска готовится к калакунде. Новости на телеканале Ника+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Трое детей петрозаводчан Виктории и Алексея Медведевых продолжают находиться в приюте Финляндии. Сотрудники социальных служб разрешили родителям по очереди жить с детьми. По словам Алексея, условия содержания стали лучше. Но пока финские специалисты не приняли решение по дальнейшей судьбе детей Медведевых. Детям сделали лучше. Детей переместили в более лучшие условия. В соседнем здании есть место, где можно проживать с детьми, вместе с родителем. Но они нам предложили вчера, давайте проживайте там по очереди. Пожалуйста, приходите, живите по очереди и доказывайте, что вы хорошие родители. Но под нашим присмотром, под нашим этим. За территорию вывозить без разрешения нельзя. То есть только с разрешения. Я здесь живу, жду визу, дожидаюсь решения социальной службы. Напомним, финские органы опеки забрали троих детей у граждан России Алексея и Виктории Медведевых. Произошло это 5 сентября в городе Сейнаюке, где петрозаводчане работают. По словам отца, органы опеки отреагировали на жалобы детей о том, что мать с ними плохо обращается. Виктория, между тем, не видит причин для изъятия детей. Честно и открыто не получилось. Так прокомментировали итоги выборов оппозиционеры Карелии. Три партии, вошедшие в республиканский парламент в меньшинстве, решили объединиться. Оппозиционеры подписали соглашение о создании Карельского объединенного фронта в защиту интересов жителей республики. На пресс-конференции по итогам выборов в Карельский парламент оппозиционеры заявили, что предвыборные кампании и само голосование в республике прошли с нарушениями. Те выборы, которые произошли сейчас, это были самые административно, серьезно давлеющие над республикой, над партиями. Вот эти выборы, которые прошли, изначально КПРФ как таковая была выбита из избирательной кампании, когда полбюджета фактически было украдено у нас. Напомним, по итогам голосования из 36 мест в законодательном собрании республики 24 досталось представителям Единой России. Остальные 12 мест разделили ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и Яблоко. Главная наша победа, у нас есть возможность влиять на приятие решений по тем документам, которые будут в законодательном собрании. Вы скажете, так бюджеты без вас примут. Но дать огласку каждой цифре этого бюджета, выяснить, куда уходят деньги, вот это то, чем мы сможем заняться. Три партии «Справедливая Россия», КПРФ и Яблоко подписали соглашение о создании депутатского объединения в законодательном собрании. Также депутаты собираются организовать народный сход и выдвинуть единую кандидатуру на выборы главы республики, которые состоятся в 2017 году. Маргарита Михайлова, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Курсанты речного училища в суде подтвердили факты сексуального насилия со стороны Ивана Романова, сообщает интернет газета «Вести Карелии». В Петрозаводском горсуде продолжается рассмотрение скандального уголовного дела бывшего вице-спикера карельского парламента Ивана Романова. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении троих тогда несовершеннолетних курсантов Петрозаводского речного училища. Все трое бывших курсантов, признанные потерпевшими, подтвердили вину Ивана Романова в надругательстве над ними. Программа «100 дорог Петрозаводска» близится к своему завершению. Как сообщает в мэрии, первый подрядчик, занимающийся ремонтом городских магистралей, выполнил план на 100%. Второй завис на Лесном проспекте и пока что не преодолел 50-процентные отметки. «Вести с дорог» в материале Александра Лычагина. Сегодня уже сложно встретить автолюбителя, который бы еще не заметил, что городские дороги хотя бы немного, но изменились. К лучшему. Новый асфальт появился там, где ранее без мата было не проехать. Автомобилисты стали меньше ругаться, однако вопросы остались. Вот отремонтированный участок Лассасинского шоссе в районе столицы. Здесь ровная и гладкая дорога внезапно превращается в терку, а затем снова в дорогу. По словам городских чиновников, у этого казуса есть простое объяснение. Одни пропущенные участки находятся на гарантийном обслуживании у прежних подрядчиков, на другие не хватило денег, пришлось выбирать. Мы вынуждены более нормальные участки оставлять, неприкосновенность, а вот поврежденные вырезать и так называемые карты делать. К слову, некоторые проблемные магистрали так и не попали в программу. Например, Карельский проспект, улица Торнево и безнадежно разбитое Вытигорское шоссе. В мэрии говорят, что самые опасные неровности будут отремонтированы ямочно за счет городского бюджета. В Вытигорское шоссе 15 штук ям будет заделаны, но, я еще раз говорю, это не все ямы. И хотелось бы, конечно, прийти потом к более конструктивному решению, это полному ремонту этого Вытигорского шоссе. По словам Геннадия Нюпиева, для того, чтобы городские дороги стали идеальными, нужен не один миллиард рублей. В настоящий момент такими средствами город не располагает, но вы держитесь. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеганал Ника+. Поездка на машине в Лендеры с родни участию в трофи-рейды. Бездорожье и острые ощущения гарантированы. Заменить такой вояж путешествием на поезде можно, но не факт, что окажетесь в пункте назначения в удобное для вас время. Дорожно-транспортные проблемы поселка. Николай Алена Сянти. Участок дороги Лендеры-Сукозера через поселок Мотка – испытание не для слабонервных. Поломки машин здесь – обычное дело. Сейчас практически прекращено движение по этому участку дороги до столицы нашей республики, до города Петрозаводска. Из-за плохого состояния дороги. И приходится ездить в объезд через поселок Реболы, там Качкомской тракт, что увеличивает расстояние на 200 километров, более чем на 200 километров. Были бы дороги, уже основные все вот такие проблемы бы отпадали. Также везем больных у нас больше 100 километров до района. То есть представьте, лежачего больного надо довезти по ухабам. Дорогу строили еще в советские времена, нарушая технологию. По оценке специалистов, качеству дорожного полотна нельзя присвоить даже низшую пятую категорию. Чтобы привести в нормальное состояние данную дорогу, про которую мы с вами говорим, а если ее приводить, то нужно строить совершенно новую автомобильную дорогу, потребуется более 5,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день, к сожалению, таких средств мы не имеем. В республике более 6 тысяч километров региональных дорог, а возможности дорожного фонда ограничены, поэтому денег хватает только на работы по содержанию лендерской дороги. Железнодорожное сообщение – альтернатива автомобильному. Правда, поезд приходит в лендеры только два раза в неделю. Но люди и этому рады. Единственным пожеланием жителей поселка является то, чтобы сократить стоянку поезда на станции Сукозера. Поезд является прицепным. Общий состав поезда – Костомукша, Петрозаводск, Петрозаводск, Костомукша. Стоянка длится более 10 часов. Втомительное ожидание вносит разнообразие забеги в лес по нужде. Ведь туалетами в вагоне во время стоянки пользоваться нельзя. Биотуалетов здесь нет, так как по пути следования состава обслуживать их некому. Расписанием движения поезда ведает не федеральная железная дорога, а северо-западная пригородная пассажирская компания. Пока Госкомитету удалось договориться с ней о внесении изменений в график движения только в одном направлении – в сторону поселка Лендеры. Процесс не стоит на месте, и мы надеемся, что до конца года, во-первых, нам удастся на следующий год пересогласовать график движения и, соответственно, процесс ожидания. В перспективе для пригородных перевозок планируется использование рельсовых автобусов. Сегодня в Музыкальном театре Карелии открытие 62-го сезона. Первым спектаклем нового театрального года стал балет Минкуса «Дон Кихот» в постановке Кирилла Симонова. В новом сезоне Музыкальный театр Карелии планирует подготовить две большие премьеры. Хореограф Кирилл Симонов к началу марта закончит работу над Лебединым озером Чайковского. Оперная труппа театра под руководством режиссера Юрия Александрова и дирижера Михаила Синкевича представит новую работу «Любовный напиток Деницетти». Новый сезон будет насыщен гастрольными поездками. Уже 28 сентября оперная труппа представит в Москве на Всероссийском фестивале «Видеть музыку» оперу «Волшебная флейта». Петрозаводск готовится к предстоящему рыбному фестивалю «Калакунда». В пойме Лососинки у набережной Гюлинга прошел субботник. Очищали прибрежную территорию и русло самой реки от бытового мусора, покрышек и веток. А уже завтра на этом месте рыбаки со всей России не только будут соревноваться в ловле форели. Синоптики обещают сухую ясную погоду с понедельника. В первые три дня следующей недели ночные температуры будут в пределах от плюс трех до плюс восьми. А дневные от девяти до четырнадцати градусов выше нуля. С четверга в республику возвратятся дожди. Умеренный дождь синоптики ожидают и завтра, так что зонтики на улицу стоит прихватить. В воскресенье осадков будет мало, появится солнышко. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»